14 часов столицы вы смотрите новости с вами динара саду здравствуйте глава государства посетит с государственным визитом азербайджан 11 и 12 марта санжимар куба проведет переговоры с президентом ильхамом алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского высшего межгосударственного совета накануне государственного визита в азербайджан президент казахстана дал интервью информационному агентству опа полный текст сегодня был опубликован на электронном ресурсе информагентства по словам хасымжомарта токаева роль транскаспийского международного транспортного маршрута возросла объем грузоперевозок по маршруту в прошлом году достиг 2 миллионов 700 тысяч тонн грузов это результат тесного и плодотворного сотрудничества казахстана и азербайджана особое внимание масштабная модернизация морских портов на каспийском побережье кроме того для увеличения объемов грузоперевозок по железной дороге казахстан азербайджан и грузия создали совместное предприятие мидл коридор мультимодал лтд компания будет оказывать услуги в формате единого окна в планах на будущее соединить эту железнодорожную ветку с другими транспортными коридорами это по словам главы государства обеспечит дополнительные условия для трансрегиональной интеграции южного кавказа и турции с казахстаном странами центральной азии и ас и китаем шанс на жизнь трем пациентам подарили хирурги астаны они провели успешную пересадку почек и сердца от одного донора команда высококвалифицированных врачей национального научного онкологического центра столицы вернула к полноценной жизни 26-летнего парня на протяжении шести лет он находился на гемодиалити вторую почку врачи пересадили ребенку в центре материнства и детства трансплантация третьего органа сердца проведена в кардиохирургическом центре сегодня в стране в ожидании доноров находится почти 4000 рецепиентов из них больше ста дети только в пересадке почек нуждаются 90 процентов казахстанцев из листа ожидания осадки в виде дождя и снега прогнозируются на большей части страны неустойчивый характер погоды будет сопровождаться гололедом туманами и усилением ветра сообщат синоптики штормовое предупреждение объявлено в северных и центральных регионах а на востоке юге и юго-востоке ожидаются сильные дожди в связи с ухудшением погодных условий до сих пор сохраняется ограничение движения транспорта на автодороге республиканского значения Казалорда Жасказган крупный пожар на побережье Каспийского моря потушили спустя неделю площадь возгорания камыша составила две с половиной тысячи гектаров тушение участвовали почти 60 человек спасатели привлекли больше 20 единиц спецтехники дчс лесного хозяйства и местных акиматов напомню камыш загорелся в отраусской области на территории Курмангазинского лесничества 2 марта угроза подтопления жилых домов в селе бахте области абай нет а ситуации рассказали в мчс напомню там наблюдается скопление талых вод из-за резкого таяния снега на торбогатайском горном хребте сейчас проводятся противопаводковые мероприятия для мониторинга и оперативного реагирования в случае ухудшения обстановки на месте находится 12 местных спасателей и представителей исполнительных органов задействовано 25 единиц техники к другим темам в этом году 273 семьи в монгыставской области могут воспользоваться протоколом экстракорпорального оплодотворения благодаря специальной программе ансаган саби надежду стать родителями обрели тысячи людей во всей стране за несколько лет 535 женщин монгыста участвовали в медицинских протоколах эко и у большинства из них наступила долгожданная беременность гульсараку мискалиева мечтала подарить своей дочери братика второй ребенок в семье появился на свет благодаря программе экстракорпорального оплодотворения 49-летняя женщина специально ездила для этого столицу это выход для тех кто отчаялся обрести радость материнства и отцовства нужно верить в хорошее терпеливо ждать не нервничать я ездила в останов все прошло успешно очень счастлива и благодарна врачам в настоящее время в стране ежегодно выделяют 7000 квот это значит что множество бесплодных семей получит возможность стать родителями 273 квоты в этом году предназначены для жителей монгыставской области чтобы понять весь алгоритм действий надо обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти обследование за последний 2022-2023 год на нашу область выделено более 500 квот по ним у нас в принципе все квоты были освоены у нас даже есть случаи когда парой берут квоту едут как бы ну вот свою клинику то есть которую они выбирают и за это время они уже беремене то есть то есть до подсадки на сегодняшний день в регионе на учете по бесплодию состоят 1572 человека таковы данные областного управления здравоохранения один раз в год процедуру экстракорпорального оплодотворения разрешено пройти бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования если попытка окажется неудачной можно повторить ее в следующем году теперь о том что происходит в мире сброс очередной партии гуманитарных грузов по воздуху в сектор газа осуществили сша их доставили с помощью нескольких военно-транспортных самолетов сообщают центральном командовании вооруженных сил за сутки военные сбросили в северную часть анклава почти 90 коробок с гумпомощью который включает в себя больше 40 тысяч продуктов питания и 23 тысячи бутылок воды отмечу накануне президент сша заявил о строительстве порта на побережье газа там будут принимать крупные грузы с продовольствием водой и медикаментами решение было принято на фоне предупреждений оон о массовом голоде населения анклава власти парижа призывают жителей перейти на дистанционный режим работы на время проведения летних олимпийских игр это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт и избежать автомобильного коллапса по данным британской газеты guardian многие жители парижа и вовсе уедут из города чтобы избежать столпотворений люди арендуют загородные дома в связи с чем стоимость на эту услугу поднялась почти вдвое ожидается что всего за время проведения игр париж посетят свыше 16 миллионов человек туристы стали в 15 раз чаще отказываться от полетов на боинге 737 макс для этого они используют специальный сервис который дает возможность исключать из поисковой системы определенные модели воздушных судов такую тенденцию эксперты связывать с тем что самолеты стали слишком часто попадать в сводки авиапроисшествия начале января у боинга 737 макс авиакомпании аляска эйрлайнс прямо в воздухе оторвало часть обшивки фюзеляжа уже 8 марта лайнер со 160 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту джорджа буша в хьюстоне жертв и пострадавших нет причины инцидента выясняются в атлантике обнаружили редкого серого кита ранее считалось что этот вид вымер еще 200 лет назад сообщают американские ученые по их оценке морское животное весом почти 27 тысяч килограммов находится в океане уже несколько месяцев при этом обычно он обитал в северной части тихого океана исследователи связывают появление кита с глобальным потеплением по их словам сейчас в северо-западном проходе соединяющим атлантические и тихие океаны наблюдается активное таяние льда некогда заблокированный путь стал открыт для миграции животных в результате серые киты теперь свободно перемещаются между океанами сильный шторм обрушился на уругвайские фрайбентас в результате пострадали десятки человек у них диагностировали сотрясение головного мозга ушибы и переломы разрушены сотни зданий ураганные ветры и проливные дожди оставили тысячи жителей без электричества порывы ветра достигают 30 метров в секунду штормовое предупреждение объявили и в других регионах страны власти настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от дальних поездок сейчас в городе ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий урагана урагана и то уже теперь Продолжаем выпуск. Вторую жизнь раритетным автомобилям дает пенсионер из Кустанайской области. 73-летний умелец восстанавливает и ремонтирует их в своем гараже. На колеса он уже поставил 4 машины. В их числе яркий кабриолет из старой «Волги». О том, как профессия стала жизненным хобби в материале Натальи Строковой. Такой кабриолет из прогнившей «Волги» Юрий Смамедов сделал за два года. Дизайн, интерьер, замена деталей – все своими руками. Я ее купил, ну металлоломную, старую такую. Вот решил сделать кабриолет. Все вот это перешивал, заказывал, привозил, сам все собирал. Вот так собрал машину для души. Иногда летом катаемся. Во сколько обошелся такой рестайлинг, пенсионер не подсчитывал. Однако дороже всего стоит обшивка салона и родные запчасти. Искать их помогает сын. Оригинальные запчасти выписываем с разных городов. Москва, Санкт-Петербург. Хром, бампера, решетка, поворотники. Там даже вплоть до резиночки разные. Очень уникальные уже вещи. Он живет этим. Каждый день он просыпается. В 6 утра он идет в гараж. В прошлом Юрий Смамедов – водитель. С молодых лет ударник труда. В семейном архиве десятки почетных грамот. После выхода на пенсию профессия переросла в хобби. Помимо кабриолета мастер реанимировал 412-й «Москвич» и две машины «ГАЗ-21». Кузов в ней старого образца, а ходовая вся уже современная стоит. Душа радуется, когда что-то сделаешь. Получаешь адрелялин, что ли. Мне все говорят, ты что, хватит тебе уже работать. Тебе 73 года, ты как молодой. Мне интересно вот с машинами заниматься. Что-то интересное сделать. В планах у пенсионера еще несколько автопроектов. Заготовки ждут своей очереди во дворе. Речи о продаже отреставрированных моделей нет. Хотя предложения поступают регулярно. А вот на ретро-фестивале и выставке машины ездят часто. Очередная экспозиция проходит на современном автозаводе. Наталья Строкова, Сергей Трахтемберг, Устанайская область, 24КЗ. На этом пока все. Хорошего дня и до встречи.